Добрый вечер, в эфире новости. Меня зовут Анастасия Борисова и в начале выпуска коротко о самых актуальных темах. Европейская неделя иммунизации стартовала на Алтае, но жители региона все чаще сомневаются в пользе прививок. Могут ли они действительно причинить вред? Активность клещей в крае резко выросла, а количество пострадавших за неделю увеличилось в десятки раз. Вспомнить героев Великой Отечественной жители края смогут рассказать о подвигах своих отцов и дедов на весь регион. Как это сделать, узнаете через несколько минут. И сначала срочное сообщение. Штормовое предупреждение объявлено в регионе. Завтра ожидаются дожди, местами сильные в южных районах грозы. Прогнозируется усиление ветра с порывами до 27 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем составит плюс 16, плюс 21 градус. В четверг в северо-западных районах похолодает до плюс 1, плюс 6 градусов. Дневная температура составит плюс 11, плюс 16. В краевом главке МЧС России предупреждают возможные обрывы линий электропередачи и аварий на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение слабо закрепленных конструкций. Обо всех ЧП вы можете сообщить по телефонам, которые вы видите на экранах. Европейская неделя иммунизации стартовала в Алтайском крае. Под девизом «Вакцины приносят пользу». Акция проходит во всех поликлиниках Барнаула. Горожане могут бесплатно поставить прививки согласно национальному календарю и защититься от клещевого энцефалита. Но многие до сих пор сомневаются в пользе вакцинации. Могут ли прививки действительно причинить вред и кому их точно нужно ставить, узнавала Полина Жданова. Самой страшной и непредсказуемой прививкой для Марины Даровских казалась ЭКДС. От столбняка, коклюши и дифтерии. Двое ее старших детей плохо перенесли вакцинацию с высокой температурой и не менее конечностей. И Марина долго сомневалась, ставить ли ЭКДС младшему сыну. Решилась лишь тогда, когда Егору исполнился один год. Как раз во время недели иммунизации в поликлиниках края. Особенно популярна эта акция среди молодых мам. Многие из них пересматривают свое отношение к вакцинации и дают согласие на те прививки, которые ранее казались им опасными для здоровья. Двоякая такая позиция у нас, конечно, потому что и страшно ставить прививки, и страшно то, что детки контактируют с другими детками, и все-таки хочется иммунитет какой-то и не болеть. Ну вот решили все-таки сделать. Кстати, именно укола ЭКДС родители опасаются чаще всего. Причем о страшных осложнениях узнают в основном из интернета. На форумах любят пугать, что любые прививки – это яд и смертельная опасность для ребенка. По поводу краснухи. Зачем ее детям делать? Шанс переболеть краснухой до родов, по-моему, равен 90%. Ну а если не переболели, тогда в возрасте постарше можно. А я считаю, что лучше прививать так. Чем меньше, тем лучше. Мне, например, никаких корей, краснух, ветрянок, гриппа, даже коклюша не делали. И ничего, нет проблем. У меня есть пример. У двоих детишек, моих знакомых, две разные семьи, именно после прививок малыши заболели так, что их уже нет в живых. АКДС, корь, паратит, не делала и делать не буду. От них такие же осложнения, что мама, не горюй. Мне ребенок дороже. Доктора хором опровергают громогласные заявления интернет-обывателей. Прививки вовсе не опасны. Несмотря на то, что за первые годы жизни ребенку ставят около 17 вакцин по национальному календарю, иммунитету такая нагрузка не вредит. Другое дело противопоказания. Например, многие вакцины придется заменить или вовсе не ставить тем детям, у которых врожденная непереносимость белка или другие серьезные заболевания. Медотвод в таких случаях – необходимость. А если у ребенка его нет, прививание настоятельно рекомендуется. По словам иммунологов, сама болезнь гораздо опаснее возможного повышения температуры после вакцинации. Каждый родитель является представителем ребенка, законным представителем ребенка. И он рискует жизнью ребенка. Потому что если ребенок заболеет полиомиелитом, это острый вялый паралич, это инвалидизация. Если ребенок перенесет корь в детстве, конечно, это ничего страшного. Если ребенок не перенесет ее в детстве, детские заболевания, перенесет ее в более старшем возрасте, то это могут быть осложнения. К слову, Европейская неделя иммунизации в крае коснется не только детей. Взрослое население также может сделать ряд прививок по необходимости или по желанию. Бесплатно либо за свой счет, зависит от вакцины. Также врачи напоминают, от клещевого энцефалита ребенка стоит привить стандартной вакциной. Иммуноглобулин после укуса легко усвоится только у взрослого. Всего за неделю Европейской иммунизации планируют привить около 16 тысяч жителей Алтайского края. Полина Жданова, Антон Червяков. Новости. Для сотни жителей края встреча с угрозой для здоровья, к счастью, не привела к вызову скорой. За неделю на Алтае 90 человек стали жертвами клещей. Случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано. Чаще всего жалобами на присасывание клеща к врачам обращали жители отдаленных районов, а также дачники. 36 пострадавших – дети младше 14 лет. В Барнауле клещи укусили 22 человека, а все несовершеннолетние получили прививки иммуноглобулина. На данный момент в черте Барнаула самыми клещевыми территориями являются аллея на проспекте Космонавтов, лесополоса на улице Солнечная поляна, парк Юбилейный, Нагорная часть, поселок Южный, Власих, Олибяжье, Черницкое кладбище и научный городок. А герои нашего следующего материала стоят на страже природного богатства. Сегодня девяти работникам лесной отрасли из Солонешинского района и Белокурихе-2 вручили новые, более усовершенствованные автомобили. Подробности у Евгении Князевой. Сегодня, вот в этот раз, представителям природоохранных ведомств вручат сразу несколько видов различной автомобильной техники. Это два автомобиля УАЗ «Фургон», три прицепа и четыре снегохода. Такая техника оборудована по последним стандартам и она предназначена для нового объекта. Это природный парк предгорье Алтая и также заказник каскад водопадов на реке Шинок. Создан новый парк. Территория очень большая, более 40 тысяч гектар. Техника нужна, чтобы добраться до труднодоступных мест. А таких там много? Очень много. Парк находится необычно, не на степной, а именно в горах. То есть, очень плохая проходимость. Но техника вот такая, особенно снегоходы зимние, это вообще самая хорошая техника по проходимости. Добавлю, такое расширение автопарка позволит более лучше и качественнее вести контроль, соблюдение режима безопасности на особо охраняемых территориях. Участников военных действий с каждым годом становится все меньше, так что забота об их здоровье в Алтайском крае на особом контроле. Льготные лекарства для ветеранов привозят прямо к ним домой. Только за первый квартал этого года им бесплатно выделили препараты почти на 200 тысяч рублей. Как оказывают медицинскую поддержку участникам Великой Отечественной войны, узнаете в следующем материале. В Топчихинском районе ветеранов уже можно сосчитать по пальцам. Осталось всего 9 человек. А когда-то было более 200. Среди оставшихся Николай Матвеевич Архипов. В этом году ему исполнится 92 года. На фронт ушел подростком, вроде был самым молодым. Но тем не менее попал в гущу военных действий. Войну прошел от начала до конца. Воевал под Москвой. Этот хутор прошли до следующего. Дошли. Он не дает нам хода. Танки встали за домиком. А я на строе. Тут солома куча. Мы в солому. Я только в солому лег. Снаряд-то как гукнул. И меня в грудь. На память о военных временах несколько ранений. Контузия шеи, отбитые пальцы, ножевое, осколочное в грудь. Кусок снаряда едва не добрался до сердца. Но Николай Матвеевич родился в рубашке. Несколько недель в госпитале и снова в бой. Раны напомнили о себе уже на пенсии. Сегодня практически не слышит. Плохо видит. Но бодрость духа сохранил. Говорит, потому что о нем постоянно заботятся. Помогают дети. Регулярно навещают медсестры и социальный работник. Привозят нужные лекарства. У нас, надо сказать, хорошо. Врачи работают неплохо. Некоторые обижаются. Но я, собственно, не обижаюсь на врачей. Врачи нашей районной больницы неплохо работают. И внимательные. Но кое-когда бывает недостаток с лекарствами. Это не их вина, а общая наша. В Алтайском крае, как и во всей стране, забота о здоровье участников Великой Отечественной войны под особым контролем. Ежегодный медосмотр русских специалистов, ежемесячное наблюдение у терапевта, своевременное обеспечение льготными лекарствами. В этом году, к началу апреля, диспансеризацию прошли все ветераны края. Большинство из них осмотрели на дому. Медики приезжали специальным подготовленным автопоездом в районы и города региона. За первый квартал 2018-го ветераны обеспечены льготными медикаментами практически на 200 тысяч рублей. Большинство лекарств доставляли на дом каждому. Полина Жданова, Александр Морозов. Новости. Рассказать о своем герое и сказать спасибо за победу. В этот четверг, 26 апреля, телеканал «Катунь-24» приглашает всех жителей и гостей Барнаула на съемки программы «Моя война». Она посвящена 9 мая. Наша съемочная группа будет работать возле мемориала на площади Победы с 10 утра до 3 часов дня. Любой желающий сможет рассказать истории своих родных, участников боевых действий. С собой желательно иметь фотографию воевавшего родственника. Истории героев Великой Отечественной войны мы будем показывать ежедневно с 30 апреля в программе «Моя война». Они сохраняют память о Великой Победе. Работники Западно-Сибирской железной дороги навещают ветеранов и проводят уроки мужества для школьников и студентов. Первые встречи прошли сегодня. Михаил Тимофеевич Леконцев не надевает свои боевые награды без причины. Но сегодня есть повод. К нему в гости приехал начальник Западно-Сибирской железной дороги Анатолий Рейгер. Ветеран рассказал историю своей жизни. Михаил Тимофеевич попал на фронт в 44-м году. Служил в транспортной роте, затем в артиллерии. Был участником Советско-Японской войны. В 1962 году вместе с другом решил пойти работать железнодорожником. Но воспоминания о войне до сих пор остались в сознании. Железнодорожники не только навещают ветеранов Великой Отечественной войны. Ежегодно магистраль организует множество акций, посвященных Дню Победы. Одна из них – «Уроки мужества». Первый в этом году прошел в новоалтайском филиале Сибирского государственного университета «Путей сообщения». Студентам рассказали о роли железнодорожников в годы войны, показали специальный фильм «Дорога Победы». Учащиеся встретились с ветеранами и услышали из первых уст историю о том, сложном для страны времени. Я много слышала о войне. Моя бабушка – ветеран. И у меня навеивали слезы. Я старалась не слушать это, потому что мне нужно было выступать. Но даже сейчас об этом думая, это очень страшно. И, наверное, у каждого в сердце это вызовет трепет и гордость за свою страну. В прошлом году на территории всей Западно-Сибирской железной дороги прошло более ста подобных встреч. И уроками мужества дело не ограничивается. В год волонтера, в том числе и наша Западно-Сибирская железная дорога, развивает волонтерское движение. Можно сказать, что оно у нас серьезное. И мы этой работой занимаемся очень плотно. Наши волонтеры помогают нашим ветеранам. Тем более сейчас, после зимы, мы приводим территории, жилые дома. Это вся такая бытовая помощь для наших ветеранов. Роль железнодорожников на войне трудно переоценить. Они доставляли людей и технику к местам боевых действий, помогали мирному населению эвакуироваться. И с каждым годом все меньше становится тех, кто видел ужасы войны воочию. Но после таких встреч каждый молодой человек может сохранить память о тех, кто своими руками творил победу. Вадим Слюсарев, Анатолий Фукс. Новости. А сейчас оперативная информация. Как отзеркалило. В Барнауле задержали жулика, который воровал автомобильные зеркала. Вместо прибыли получил тюремный срок. Мужчина отрывал зеркала исключительно с дорогих автомобилей. Ущерб владельцам транспортных средств составил полмиллиона рублей. 26-летний мужчина признался, а другого средства заработка он просто не мог найти. До этого сидел в колонии. Сейчас может вновь оказаться за решеткой. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. У меня доказанных 17-18, наверное. Ну и недоказанных, наверное, я не знаю, 3-4, может быть. Точно не помню, совершал по пьянию все. Точно не могу сказать. И в завершении выпуска к новостям спорта. Игроки «Динамо Алтая» узнали соперников по всероссийскому финалу первенства студенческой хоккейной лиги. Алексей Смертин переизбран председателем Алтайской краевой федерации футбола. Подробности в новостях федерации. Хоккейная команда «Динамо Алтая» узнала соперников по групповому этапу всероссийского финала первенства студенческой хоккейной лиги. Впервые в нем сыграют 12 команд из шести зон. Москва, Северо-Запад, Центр, Поволжье, Урал-Западная Сибирь и Сибирь-Дальний Восток. На групповом этапе по результатам жеребьевки команды поделили на три группы. Лучшие восемь коллективов по его итогам продолжат борьбу в плей-офф за титул чемпиона первенства СХЛ. Команда Александра Усачева на групповом этапе сразится со студентами из Санкт-Петербурга, Казани и Московской области. Матчи всероссийского финала пройдут на льду спортивного комплекса «Дмитров» с 26 апреля по 1 мая. В поселке Лоу на Черноморском побережье Краснодарского края проходят большие шахматные соревнования среди спортсменов от 10 до 19 лет. Уже разыграны комплекты наград в Рапиде. Среди девушек не старше 15 лет третье место заняла алтайская шахматистка Виктория Лоскутова из Барнаула, набравшая 7 очков из 9 возможных. Этот результат мог быть и выше, но в последнем туре наша спортсменка проиграла белыми Эви Степанян из Московской области. В итоге первое место досталось Марии Якимовой из Татарстана, серебро у Степанян. Далее шахматисты выступят в первенстве России по классическим шахматам, а затем сыграют Блиц. Накануне состоялась отчетная выборная конференция Алтайской краевой федерации футбола. На пост руководителя претендовали действующий председатель и экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, президент футбольного клуба «Динамо Барнаул» Виктор Сигарев и директор спортивной школы «Полимер» Павел Сальников. К сожалению, конференция прошла за закрытыми дверями. В итоге перед началом выборов Павел Сальников взял самоотвод, сняв свою кандидатуру. Большинство высказалось за систему открытого голосования. В итоге Алексей Смертин набрал 25 голосов, а Виктор Сигарев – 11. Таким образом, Смертин был переизбран председателем Алтайской краевой федерации футбола на 4 года. Дмитрий Гладких, Новости. На этом у меня все. Хорошего вам вечера.